Сказано сделано, мэр Кишинева Иоанн Чабан вместе со своим заместителем Фадеем Нагачевским сегодня посетили генпрокуратуру от имени муниципалитета. Они посетовали на ретроактивное повышение тарифов на газ и отопление. После вчерашних нападок на правительство в суде руководство Кишиневской мэрии сегодня сделало то же самое, но уже в генеральной прокуратуре. Градоначальник месяц назад, запустивший свой политический проект, раскритиковал работу правительства и высмеял хорошие времена. Согласно правовым положениям, применение обратной силы закона прямо предписывает, при каких условиях он применяется и только в том случае, если это приносит пользу гражданам. При обстоятельствах нынешнего дела не было оснований для обратной силы закона. Столичный градоначальник, который месяц назад объявил, что запускает общенациональное альтернативное политическое движение, обвинил правительство в злоупотреблениях путем повышения цен. Если мы посмотрим, троллейбусы, автобусы, все они не ездят по воздуху. Они ездят, как я сказал накануне, на бензине, дизеле, и у нас должна быть предсказуемость в этом плане. Теперь у нас нет никакой предсказуемости. Ранее премьер-министра Наталья Гаврилица сообщила, что правительство продолжит программу выделения компенсации населению по счетам за газ. Кабмин будет по-прежнему компенсировать часть суммы за потребление первых 150 кубометров газа, а для предпринимателей предлагается компенсировать первые 500 кубометров голубого топлива. Эта экономическая мера покрывает полное потребление газа более половины абонентов Молдова Газ. Эти компенсации также будут предоставляться задним числом, то есть применяться в январском счете фактуре. Ранее мэрия Кишнева подала в апелляционную палату иск о признании недействительными некоторых положений из распоряжения Наре. Помимо Иона Чабана и социалисты объявили о намерении оспорить в суде повышение тарифов на газ и теплоэнергию задним числом, который они считают незаконным. Решение о повышении тарифов Молдова Газ объяснила значительным повышением закупочных цен на голубое топливо. В компании уточнили, что решение находится в строгом соответствии с законодательством. Оно позволит целиком покрыть стоимость закупки газа и таким образом обеспечить выполнение контрактных платежных обязательств перед поставщиком.